какая-то специальная еда вон они все тут собираются и а это рынок маркет маркет здесь угуд я я не а я не а рядом с угудом вот всяко шлупе не продают здесь всякую ну такое шопинг-центры наверно всякие мы были в парке бабочек очень рекомендую потрясающее место успокаивает умиротворяет 100 тысяч вход рупий и значит дают еще он на скидку в ресторане можно что-то там поесть есть ферма бабочка бабочек там они выращивают рассказывают показывают объясняют все и и и значит это сторона моря был угорают туалет естественно есть все чистенько аккуратненько бабочки бабочек наснимала в инстаграм повыставляю в этом одна такая огромная бабочки сорт бабочек пять дней только живет но это зато какая красота потом несколько потрогала не потрогала на руке сняла одна объяснила однако там была вот беременна яйца откладывала так это ее не трогать какие разрешают какие не разрешают очень трогать ну они сами скажут ничего такого сложного нет цель поездки была вообще-то поехать к путу это целитель балийский потрясающий целитель конечно к нему бы на 10 сеансов но так как у нас времени нет и мы живем в трех часах езды от него он кстати живет рядом с бабочкой пяти минутах езды от бабочек он говорит обязательно съездить вот так что мы выехали сегодня в 7 утра встали вообще в пол шестого ничего не ели практически я ничего не ела приехали в полдесятого и естественно к нему просто так не попасть надо сначала позвонить договориться вся информация есть на поле форум скинул адресок в общем то и имейте ввиду ну мы отдали 200 евро отдали мы за массаж он был счастлив он строит храм потом перезвонил нашему водителю и говорит ой они 200 евро ставили на грунток извини меня три часа работы с каждым человеком в полдесятого пришли пока то все поговорили в общем три часа он не делал массаж у меня касс очень много проблем он не ровно ловит он чудил а дверь какой-то переносит поэтому установить какую-то металлоконструкцию вот и перезвонил к нашу водителю это не нам они могут не оставили 200 евро это такая большая сумма мы такие но так просто за такую сумму не сделаешь такое как говорится experience не получишь не в германии не в россии это самый по моему сили экспириенс который у меня был от массажа именно с ним он объясняет все ну как сказал что дескать это не я лечу этого боги через меня вас лечит объяснил почему как все ночью видео будет посмотрите мне не все выступлю конечно видео потому что там моего мужа не покажу в плавках и себя тоже в плавках не покажу вот ну вот рассказываю вам так как я разбираюсь в качестве массажа спа в этой аэровиде соображаю и реально было бы больше денег мы больше оставили у нас денег не было в небольшую сумму взяли ну как кредитка почему-то у них денег в кассе не было в автоматах то ли что не знаю почему пару раз стыкнулись не открылась нам с автомата деньги мы не получили поменяли за то в банке вообще-то деньги поэтому отдали ему и рублями и евро вот в общем я вам сказала говорю буду я тебе сделаю говорю рекламу он готова у меня русских очень много как приезжают с москвы очень много людей из россии но обязательно вы делаете термины сначала значит звоните желательно чтоб на бахасе кто-то говорил это балийский язык чтоб кто-то договорился и не значит он примет принимать сегодня он принимал только нас двоих это получается 6 часов посвятил нам вот понимаете 6 часов светил только нам игру она люди есть он такой говоришь ну вам посчастливилось выгодочные пораньше позвонили этот день заняли поэтому как я вас приняла так в общем-то много звонит говорит там постоянно телефон звонил 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 он там отвечал он на массаж делает отвечает мужа меньше проблем он готов такие проблем как у тебя это практически у всех людей с россии но потому что нас климат холодной с костями проблемы не жалейте приезжайте оставляйте только хорошие пожертвования но в принципе на боли форум егор по моему уже зовут или егоров написать надо ему что он молодец он сразу сказал типа там с мелочью не приходите но конечно мелочи примет но все равно извините меня за такую работу которую он проделывает сколько в нем мастерства это нужно оценивать по достоинству не жлобиться во вторых если целитель счастлив подаянием то это счастье и вам передается его как благословение он с нами пофотографировался радостный такой был а нам еще это когда эмерет слетели нам какие-то в общем подарили ночью летишь какие-то там раздали конверты с масками такой конверт как бы для паспортов там паса зубная зубки почистить что-то еще такое красивый очень так как бы кошелек хороший красивый а я прям туда ему деньги за положила и передала был что мы еще и кошелек для его пожертвования будет на его храм храм показал как он строит объяснил он еще а он еще ваят это о яйца везут большой омлет если будет здесь эта авария большого омлет ожидаем утром было в общем пасмурно сейчас распогодилось там в общем какие-то эти обезьяны живут по дороге на туламбе они бешеные дикие скачут там я говорю только я говорю это остановишься сфотографирую я говорю не выйдут я говорю боюсь еще кусает заразишься от них чем-нибудь ну и в пенье какие-то лазят там шарятся по помойкам в общем обезьяне семья живет еще самое интересное там женщина торгует всякой ерундой так я думаю обезьян что-нибудь сворует сожрет положит или заразу нанесет это вот эта часть тут просто просвет покажу маман у меня ученая не снимаешь я буду сама говорю заходи на мой канал смотри а им интересно это как народное творчество и ты сказать о вот он тоже еще сам делает эти скульптуру боков лепит из бетона но чем в основном тут бетона из бетона из песка делается статуи лепится я так поняла не из камня вытесается а место именно с вулканического песка черного поэтому а по дороге еще туламбен там есть сначала проезжайте прекраснейшее озеро с лотосами сегодня было пасмурно они еще не все открылись но сейчас они уже тоже закрылись три часа уже сколько раз проезжали закрыто было и значит после эти лес с этими обезьянами проезжаешь там как уголок какой-то там на туламбан эти обезьяны сидят огромная семья там наверно их сотни в общем зачем какой-то парк мартышек смотреть если мартышки на улице скачутся это еще не гибать бабочек очень рекомендую просто фантастика в куала лумпур тоже есть парк бабочек но мы туда не ходили мы ходили в парк птиц мне очень понравился парк птиц там как контактно даже птицы в куала лумпур птица носорог по-моему прилетала помню нам я еще так перепугалась там такой этот шнобеля как долганет сидим в кафе пролетела сожрала папаю вон боги ой птичек поргует они в клетках птичку птичками торгуют птичками торгуют есть еще показал есть такой как бы мини стадион для петухов водитель наш говорит ай раньше играл сейчас не играю только деньги выбросить на ветер не надо говорить но тут вот еще как бы так более-менее чисто потому что тут не наша деревня толамбенская все зависит видимо от руководителя на автостраду четыре полосы вот так вот а где живет где живет там очень много деревянных мастерских просто фантастика какая красивая мебель наверняка дизайнерскую мебель им заказывают и дорогие отели по всему миру поступают заказы просто фантастика красивая купить скажу море 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 ну кстати черной пески но почему то нет отелей видимо не подходит но они вот тут черный песок и показал что черный пляж они галечный кто хочет в амет амет черный песок сколько не очень понравилось местность такая похоже чем-то на италию там какие-то такие смеиные дороги поднимаешься опускаешься пляжики такие бухточки и очень чистыми в отличие от туламбен у нас там такая деревья деревня грязноватая конечно но зато в туламбен всегда основном сухо если тут могут дождите то в туламбен у них они сказали с апреля уже сухой сезон начинается с ноября дождик пойдет ноябрь декабрь но они говорят дождь идет и то что целый день а утром год и вечером ну так кратковременно не так как бы заливает и заливает поля бархатцев поля бархатцев оранжевые я думала они как-то по-другому называется нет они называются бархатцы просто разных видов полно я почему-то думала крупные оранжевые цветки это не бархатцы кажется это бархатцы а я думала такие мелкие бордовые то бархатцы в общем разных сортов по-моему они выращивают наверное для храмов украшения или для каких-то масел к ламбен есть плантации цветов там цветы выращивают на продажу имеется ввиду там для отеля или саженцы и выращиваются в горшках можно надо интересно будут орхидеи продавать в аэропорту можно еще орхидеи привезти вот такая которая не требует горшка которая на мох какой-то сажается вот так вот тут открывать новую видимо станцию заправки у них так интересно заправляет в общем имейте ввиду где-то 100 тысяч стоит 20 литров дизель дизель или бензина не знаю что в таком духе он дизель 20 литров насколько я помню а он по-моему 100 тысяч отдал что-то там они или 200 он отдался 25 литров бензина помню что 20 литров мини-мини бус заправился за 1 100 где-то 40 центов получаться евро центов дизеля он это все украшательства а тут в основном такая рядом с песком так они строят вон вон но тут у них мастерские по камню было это вот мастерских пока наш водитель несется погода распогодилась было были облака утром сейчас солнце выглянуло время 5 час наверно ну что хочу сказать мали прекрасный остров но как бы сюда переезжать жить это надо в разные сезоны попасть посмотреть как вообще климат но люди приятные не навязчивые а еще этот целитель пчела летает муж начал отмахиваться причем не правда не прогоняй моего друга а все друзья все друзья все одинаково что ты что я все одинаково все я я говорю а вот проблемы у разных религий проблемы он так поговорит ну люди разных религий войны устраивают теракты он такой говорит мы же все одинаково одинаковое тело что у тебя что у меня ну одинаково вы должны это понять сейчас покажу другую сторону горы как вы тут видите все облака 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 так